где будь то бы чеканили свои рубли, очень хорошо похожие на настоящие царские. Но вот на Демида пришел донос. Заводчик сильно испугался. Он приказывает открыть шлюзы плотины, и вода речки Невьи хлынула в подземелье, затопила всех людей и все монетное производство. Но об этом до сих пор говорят только предания. Подвалы под башней никто не нашел. А дальше все вверх и вверх. Что не этаж, то тайна или легенда. Так и осталось неразгаданным, почему же башня наклонная, построена так специально или была скорректирована из-за просадки грунта. А может здесь какой-то инженерный секрет? Если встать лицом в один из углов, четко услышишь шепот человека, находящегося в противоположном углу. Уникальное ощущение. В какое-то мгновение кажется, что с тобой разговаривает стена. А тот, кто стоит посреди комнаты, не слышит этих тайных переговоров. Согласно легенде, эту хитрость Акин Федемидов придумал, чтобы подслушивать разговоры приезжих партнеров по бизнесу. Вы, мол, посовещайтесь, а я в сторонку отойду. И отходил в другой угол комнаты. А дальше вы уже знаете. По преданию, такая же комната находилась в Демидовском особняке в Нижнем Тагиле. Из слуховой комнаты крутая лестница ведет на верхний ярус Невьянской башни, где установлен старинный часовой механизм. Как и 300 лет назад, английские часы 18 века поражают воображение. Часы установили на башне в 30-е годы 18 века. И почти за три столетия их только трижды ремонтировали. На большом музыкальном валу записано 18 мелодий. Есть еще малый четвертной курантный вал, который в 1913 году играл в Божий Царя Хране. Часы, как и в старину, заводят вручную. Ежедневно часовщик взбирается на башню и 20 минут тяжело вращает лебедку. Они способны играть народные песни, минуэты, марши конца 17-го, начала 18-го века. Знаменитый марш Мендельсона. В последнее время часы 8 раз в сутки исполняют «Славься, славься» фрагмент из оперы «Глинки» Иван Сусанин. Стоили они по тем временам 5000 рублей, а вся постройка Невьянской башни по тем же деньгам – 4207 рублей 60 копеек. Механизм укурантов, как предполагают, сготовил Лонгли Брэдли, а колокола отливал лондонский мастер Ричард Фельбс. Оба они известны были тем, что делали часы для собора святого Павла в Лондоне. Акинфи Никитич доставил сюда из этой страны вот такие вот часы. Но надо сказать, что часы по тем временам были большой редкостью. И вероятно то, что Невьянская башня, она и предназначалась как часовая башня. Часы нужны были городу-заводу. С часами связана еще одна, уже современная легенда. В советские годы они несколько лет лежали в разруке, как и сама башня. Уникальный механизм никто не мог запустить. И даже собирались приглашать мастеров из Англии. А разобраться с диковинкой взялся молодой мастер местного завода Александр Саконцев. Несколько недель провел у старинного механизма. Но не хватало одной и единственной детали, конфигурацию которой никто не знал. Однажды ночью она приснилась мастеру во сне. Утром рабочий помчался на завод, выточил деталь. И часы спустя 250 лет снова были запущены. Левьянская башня сплошное удивление для ученых. Например, она сверху донизу прошита стальными балками для прочности. А вот эта крестовина – пример первого в истории России строительства применения принципа железобетона. Снаружи жесткие ломки чугун, а сердцевина из мягкого железа. Вершину башни венчает громоотвод. Недавно его заменили на современный, а старый хранится в музее. Ученые подсчитали, как минимум 250 раз он спасал башню от неминуемого пожара. Полый шар имеет толщину стенок всего 1 мм. Как удалось изготовить его без современной сварки – тоже загадка. Легенда гласит, что когда Невьянская башня была построена, Акинки Демидов позвал к себе архитектора. И, находясь на балконе верхнего яруса, спросил, сможет ли тот построить еще одну такую же башню. Архитектор ответил, да, конечно, могу, и даже более изящнее и красивее. Тогда Демидов скинул архитектора с балкона. И он, упав, разбился насмерть. Теперь уже сложно сказать, вымысел это или правда. Факт только в том, что мы до сих пор не знаем имени архитектора Невьянской башни. Неизвестна и дата постройки. Приблизительно первая половина 18 века. Нечаянно или нарочно Демидовы уничтожили все документы, тоже никто не расскажет. А есть еще версия, что Акинфий Демидов решил воссоздать кусочки Италии в Уральской глуши. Но вышло так, что уже 300 лет Невьянская башня является символическим знаком, напоминающим о железоделательных и военных успехах России. Вот почему на гербе города в Серебряном поле червленая восьмигранная башня кланяется пирамиде из трех черных ядер, от которой исходит пламя. Легенды гласят и о том, что башня была своеобразным центром, соединяющим все Невьянские подземелья. На примерной схеме, составленной учеными при помощи ультразвука, видно, что цепочка подземных ходов соединяет башню, пруд, господский дом ведет к заводским цехам и некоторым городским особнякам. Скорее всего, здесь был спуск, боковой вход в помещение. Говорят, вот такими таинственными подземельями пронизан буквально весь Невьянск. Ой, это что? Чугунная дверь 18 века. Рельсы, вагонетки, тяжелые чугунные двери, подземелья обустраивались с размахом. Для каких только целей Демидово строили подземный город чуть меньше наземного. Посмотрим, что здесь. Вот.